Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов сегодня провел совместное заседание Антитеррористической комиссии Республики, Оперативного штаба и Координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения, распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности в режиме ВКС. В заседании приняли участие главы городов и районов Республики. В целом, общественно-политическая ситуация в Республике стабильная. Налажено взаимодействие всех ответственных структур по обеспечению безопасности жителей и предотвращению террористических угроз, отметил глава региона. Обсудили ряд вопросов по взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления, ОФСБ, правоохранительных структур и силовых органов в преддверии ряда значимых общественно-политических событий, Единого дня голосования, Дня знаний и Дня республики с учетом существующих вызовов и потенциальных угроз безопасности. По данному вопросу принят ряд решений, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Единым фронтом против общего врага. Ветеран боевых действий в Афганистане Михаил Кравцов почти два года исполнял свой интернациональный долг за пределами Родины. Что такое любовь к Отечеству и как важно ценить те минуты, которые могли бы быть последними. О воспоминаниях военных лет, о чувстве долга перед страной бывший участник Афганской войны поделился с моей Хамдоховой. Есть такая профессия – родину защищать. Шли на войну и не строили никаких иллюзий. Первое, что приходило в голову – как защитить семью и честь Родины, рассказывает Михаил Кравцов, ветеран боевых действий в Афганистане, который попал в воздушно-десантные войска 38 лет назад. Выбрав профессию парашютного спорта еще до службы в армии, наш герой точно знал, что его призовут на войну. И, по его словам, выбора ехать или не ехать у него не было. К те времена не служить в армии было позорно. Начнем с этого, с предыстории. Во-вторых, в армии я занимался парашютным спортом. И еще за год до призыва я знал, что меня отправят в Афганистан. Меня предупредил военком, что ты парашютист, закончил курсы еще и от военкомата, пойдешь в ВДВ в Афганистан. Сомнений о том, чтобы не идти, даже не было. Сейчас непростое время для молодых бойцов, говорит ветеран боевых действий. Но, несмотря на тяжкое бремя, которое выпало на их долю, я горд за наших ребят, которые в эти дни выполняют государственные задачи в зоне специальной военной операции. Михаил Кравцов отзывается о них, как о настоящих героях, демонстрирующих стойкость и отвагу, верность долгу и чести. Пока наши ребята выполняют задачи в зоне СВО, мы поддерживаем их семьи, родных и близких. Михаил Кравцов рассказывал о своем боевом опыте в Афганистане, о том, как с боевыми товарищами защищали интересы своей страны, находясь вдали от Родины, о своих наградах. Будучи прапорщиком, я был старший парашютно-интенантной группы поисково-спасательной службы в городе Кавул. И наша задача входила в том, чтобы мы поднимали сбитых летчиков в борту. И эта медаль была получена за то, что мы спасли экипаж под обстрелом духов. Каждая последующая война тяжелее предыдущей, рассказывает Михаил Кравцов. И как в любой войне теряешь тех, с кем воевал бок о бок. И как бы грустно это ни звучало, только потеряв, мы начинаем ценить. С тех самых пор Михаил точно знает, что такое верность и любовь к Родине. Знает цену боевому братству, чтит память о тех днях и понимает, как важно донести до молодого поколения бойцов, которые добровольно идут под обстрелы, что война закончится, а любовь к Родине останется навсегда. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Карачаево-Черкесия отправила очередной груз гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Более 7 тонн природной минеральной воды Тиберда будет доставлена нашим бойцам в зону спецоперации. В этом году это уже четвертая грузовая машина с гуманитарным грузом, которая отправляется с предприятия «Астория», производящего воду. С инициативой выступил председатель Республиканской общественной организации Совет Старейшин Единый Энвер Ардуханов. Транспорт для доставки груза был предоставлен войсковой частью станицы «Сторожевая». Вода доставляется бойцам на регулярной основе. За прошлый год в зону СВО было отправлено 12 грузовых машин с природной водой. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, днём 25-30 градусов тепла и местами до плюс 21. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14, температура ночью 15-17, днём 28-30 градусов тепла и высокая пожароопасность. В ауле Хабес открыли мемориальную доску кандидату технических наук, доценту Рауфу Галимовичу Борсову. Также переименовали улицу Лермонтова имени Рауфа Борсова. О жизни и судьбе учёного в материале Зарима Кардановой. Ещё с имени Пифагора до Лобачевского простирается огромное временное пространство. Его заполняли величайшие математические умы мира. Прежде чем дойти до профессоров в МВТУ имени Баумана, Рауф Борсов сначала закончил обычную сельскую школу в Хабезе. Своими способностями он начал отличаться уже со стен родной школы. Это было сердце нашей семьи. Он был невероятно надёжным человеком. Начиная с самого раннего детства, с того момента, как он учился в среднеобщем образовательной школе у Лауфа Беса, он уже выделялся тогда. Он был носителем знамени школьного. А мы знаем, что школьное знамя несёт самый лучший ученик. Я встречал очень много талантливых людей. Всё, что он делал, ни на кого не похоже. И поведением он ни на кого не похож, и знанием ни на кого не похож. В любом техническом вузе во главу угла стоит царица наук-математика. Будущий учёный-человек неординарного ума Рауф Борсов ещё в студенческие годы привлекал к себе внимание преподавателей училища имени Баумана, куда он с лёгкостью поступил после блестящего окончания хабетской школы. Учился на факультете производства летательных аппаратов. Он настолько поражал неординарностью своего мышления своих педагогов, что его называли хабетским самородком. Когда он ярко защитил свою кандидатскую диссертацию, его приглашали на работу на Байконур. Но папа предпочёл вернуться на малую родину. Большое видится на расстоянии. Мне посчастливилось в течение 20 лет и, может, даже больше поработать вместе с ним. В лице Рауфа Галимовича мне посчастливилось встретиться с человеком, который обладал высочайшим профессионализмом. Был примером, ну, знаете, горского поведения. Когда человек хочет участвовать в большой жизни, он наполняет голову математикой, и она в дальнейшем оказывает большую помощь в работе. Вот и Рауфу Галимовичу пригодились блестящие знания в точных науках, которые он приобрёл во время учёбы. И этим гордится весь его род. Он заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, член Национального комитета Российской Академии наук, почётный работник высшего образования Российской Федерации. И всё это осталось в истории. Наш старший брат прожил замечательную, красивую жизнь. И он является примером для того, чтобы наша подрастающая молодёжь могла взять пример, смотря на его деяния, на его заслуги. Мы рады, что среди Борсовых и среди жителей Аула Хабес есть такие замечательные люди, которые проставляют и науку, и нашу жизнь, и наш АО. Кроме многочисленных научных трудов, Рауф Галимович оставил достойное наследие в лице детей и внуков. Один из внуков, Адам Каиров, закончив школу с золотой медалью, в эти дни подал документы в МФТИ. Он научил нас правильно расставлять эти приоритеты. Главным Рауф Галимович всегда считал о получении знаний, и поэтому всегда строго следил за учебным процессом. Мы старались его радовать своими успехами. Средний Алим также закончил 9 класс с отличием. Талант внуков напоминает дедушку не только по точным наукам. Рауф Галимович был ещё большим любителем шахмат, также защитил мастера спорта по тяжёлой атлетике. В семье сейчас подрастает будущий Рихтер, отличник, третиклассник Адир Каиров, уже победитель многих фортепианных конкурсов. Так продолжается жизнь Рауфа Галимовича в его наследниках. Почётное право открытия мемориальной доски сегодня было предоставлено отличнику здравоохранения России Мухаммеду Борсову, кандидату технических наук Альберту Кедокоеву и дочери Фатиме Борсовой. Здесь же раздали жителям улицы таблички с новым именем в честь выдающегося учёного Рауфа Борсова. Зарима Карданова, Мухаммеда Шибока, Веси, Карачаево-Черкесия, Хабес. В парке «Зелёный остров» прошёл День культуры народа Абаза. Участниками мероприятия стали как представители разных районов Карачаева-Черкесии, так и гости нашей республики. За мероприятием наблюдала наша съёмочная группа, репортаж Артур Мкце. Культурные и спортивные дни народа Абаза ежегодно собирает в Карачаево-Черкесии внушительный состав участников, в том числе из других регионов России, а также из Абхазии. Вот и на этот раз в парке «Зелёный остров» в одном месте можно было увидеть несколько флагов, дружно развивавшихся в руках молодых людей в национальных костюмах. Ася Гачьяева из Усть-Жигуты. Родилась в межнациональной семье. Многое знает о традициях абазинского и карачаевского народов. И считает, что такие мероприятия помогают лучше доводить информацию о культуре, обычаях, которые передаются из поколения в поколение. В этот день на площади и перед амфитеатром любой желающий мог не только оценить выставку предметов народных ремёсел и рукоделия, но также попробовать освоить кузнечное или гончарное дело, смастерить что-нибудь из дерева или ткани. И, разумеется, взять на память сувенир с масштабного культурного форума. Сегодня день, который ближе нам, Министерство культуры. И я очень рад, что у нас есть такие инициаторы, такие организаторы, как Организация Алашара, как Нусаха Балевича и Гзеков, которые одной из целей своих жизней поставили возрождение культуры. Абазинского, в данном случае, народа. Хочу поблагодарить организаторов, но, конечно, хочу поблагодарить и вас, потому что ни один человек, ни одно министерство, ни один меценат не сможет сохранять культуру, особенно родной язык, если этого не будете делать вы. Ну а чуть позже уже в самом амфитеатре прошёл праздничный концерт с участием популярных исполнителей песен на абазинском языке. Многочисленная зрительская аудитория была в восторге от россыпи талантов, выходивших на сцену. Мало какая песня обходилась без подпевки из зала. Красочное представление завершилось, оставив у подавляющего большинства свидетелей действо приятное послевкусие и желание вновь встретиться уже в следующем году. Артур Махцегалина Алиева, Альбина Тимирова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Члены Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества совместно с сотрудниками КЧГУ и представителями юно-армейского движения провели экспедицию на семицветное озеро в Архызе. С 2019 года в совместный план мероприятий РГО и Минобороны России входят подобные экспедиции. О завораживающих видах семицветного озера в репортаже Аллы Динаевой. Несложный, но невероятно красивый маршрут пролегает к семицветному озеру вдоль реки Большая Дубка. Само озеро открывается только тогда, когда подходишь к нему вплотную до этого зеркала, скрыто от глаз каменистым валом. Я сам уже измерял это озеро в третий раз. Первый раз мы там в 2015 году проводили как физические исследования, так и гидрохимические. В этот раз тоже в основном физические исследования. Юно-армейцы учились, как проводить исследования, как измерять озеро, как узнавать его глубину, размеры. Наши исследования показали, что озеро имеет максимальную протяженность 260 метров, максимально измеренная глубина 18 метров, а также температура воды колеблилась от 4 градусов до 8,5. Но среди туристов были купающиеся в это время, даже в такой температуре. Название озера получило из-за удивительного светового эффекта, благодаря которому в солнечную погоду вода переливается разноцветием, образуя радугу на водной глади. Происходит это за счет цветовой гаммы окружающего ландшафта и минералов на дне водоема. Изумрудная трава, белые скалы, зеленые луга, рыжие камни – все это играет красками по воде и создает неповторимый облик озера. Но в зависимости от времени года и погоды оттенок воды разный. В зависимости от ракурса, времени и погодных условий цвет воды разный. Хотя вода на самом деле абсолютно чистая и относится к категории ультрапресных вод. И в этот раз какого цвета оно было? Ну в этот раз мы попали под дождь, периодически солнце выглядывало, озеро было темно-синево. На видеоролике можно будет заметить, какого цвета была вода. А в предыдущий раз? В предыдущий раз мы были там в ясную погоду, и там озеро колебалось от лазурного до зеленого. Семицветное озеро спрятано в скальном цирке отругов хребта. А лучшее время полюбоваться такой красотой – это, конечно, лето, когда на солнце жарко, но воздух в горах всегда свежий. Аладинаева Олег Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Морячка». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин